Здравствуйте! Сегодня 20 ноября. Вы смотрите ежедневные обзоры прогноза рынка от банкир.ру. Столь ожидаемая публикация протоколов очередного заседания Федерального комитета по открытым рынкам США не внесла в итоге существенных изменений в баланс сил на рынке, хотя и вызвала кратковременную сильную волатильность. После первоначального заявления о том, что экономический рост Америки может замедлиться в среднесрочной перспективе, валютная пара евро-доллар предсказуемо устремилась вверх, практически достигнув уровня 1,26. Однако дальнейшие заявления были более оптимистичными для американского доллара. В частности, было сказано, что в среднесрочной перспективе инфляция вернется к заветному уровню в 2%, а риски для экономики страны и рынка труда являются сбалансированными. В результате евро-доллар смог восстановить статус-кво, и торговая сессия была завершена на уровне 1,2540. Следует особенно отметить, что главная интрига заседания заключалась в другом. Участники рынка ожидали некоторой конкретики в сроках повышения ключевой процентной ставки США, однако члены комитета тактично проигнорировали эту тему, решив не менять формулировку и не уточнять предполагаемое время повышения ставки. Экономический календарь четверга полон новостей, способных вызвать высокую волатильность на рынке и придать краткосрочный импульс движению пары. При этом стоит помнить, что нисходящий тренд по евро-доллару по-прежнему остается в силе. Несмотря на последние позитивные данные по еврозоне, основные проблемы региона все еще далеки от своего решения, в то время как ситуация в Америке выглядит, если не безоблачной, то вполне оптимистичной. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем рост пары евро-доллар к уровням сопротивления 1,2550, 1,2575 и, возможно, 1,26. После этого предполагаем разворот, возврат к уровню 1,2550 и дальнейшее тестирование 25-й фигуры. Британский фунт на торгах в среду вырос по отношению к американскому доллару благодаря публикации протоколов Банка Англии. Среди членов Банка Англии есть разногласия относительно инфляционных настроений в стране, однако соотношение голосов в пользу сохранения процентных ставок в очередной раз не изменилось. Два члена правления Банка Уилл и Маккаферти вновь проголосовали за повышение ставки до уровня 0,75%, однако семь их коллег были против. За сохранение объема покупок активов в размере 375 млрд фунтов стерлингов все члены Банка Англии проголосовали единогласно. Несмотря на то, что публикация в целом совпала с прогнозом участников рынка, британская валюта укрепилась по отношению к американской до уровня 1,5690, после чего скорректировалась к уровню 1,5645. Следует отдельно отметить еще одно заявление членов Банка Англии. По их словам, сильный рынок труда может стать основанием для повышения зарплат в ближайшее время. Если это действительно случится, то, безусловно, поможет английской экономике в борьбе с низкой инфляцией. На публикации протоколов заседания ФОМС пара фунт-доллар вновь устремилась наверх, достигнув уровня 1,5720. Однако затем американский доллар быстро отыграл потерянные позиции, завершив торговую сессию на уровне 1,5670. В нашем прогнозе на четверг предполагаем рост пары фунт-доллар к уровням сопротивления 1,5690 и 1,5720. В случае выхода негативных новостей пара продолжит снижение к уровням 1,5650, 1,5630 и 1,56 ровно. Они называют нас игроками. Они говорят, что мы зависим от удачи. Они утверждают, что никто не может обыграть рынок, и мы зря тратим свое время. Это не настоящая работа. Мы должны отказаться от нашего хобби, говорят они. Но если бы они только знали, что мы мастера риска, суть предпринимательского духа, ликвидность экономики. Мы всегда добиваемся своего, зарабатываем своим умом, приспосабливаемся к постоянно меняющимся джунглям финансового рынка. Мы торгуем валютой, которой вы расплачиваетесь в магазинах. Мы торгуем компаниями, в которых вы работаете каждый день. Мы торгуем золотом, которое блестит на ваших часах. В то время, как вы боитесь неудач, мы учимся на наших ошибках. Мы не боимся потерь. Мы не боимся говорить о наших потерях. Мы встаем на ноги после наших потерь. В эти моменты мы становимся сильнее. Дисциплина и самоконтроль – наши партнеры. Мы те, кем вы всегда хотели стать. И мы выходим из тени. Мы – трейдеры. В экономическом календаре четверга. Новая Зеландия опубликует индексы закупочных и отпускных цен производителей за третий квартал текущего года. Япония представит данные объема иностранных инвестиций в экономику страны и объем капитала, инвестированного за рубеж. Кроме того, Япония и Швейцария опубликуют итоговые показатели баланса внешней торговли за октябрь, включая объемы экспорта и импорта продукции. Китай, Япония, Еврозона и США опубликуют ноябрьские данные деловой активности в производственной сфере своих регионов. Кроме того, аналогичные показатели деловой активности, включая и сектор услуг, будут представлены и по ведущим экономикам еврозоны – Германии и Франции. Великобритания опубликует на октябрьский объем розничной торговли, а также баланс промышленных заказов под данным Конфедерации британских промышленников. А в США будут представлены еженедельные данные количества первичных обращений, повторных заявок за пособиями по безработице, октябрьский индекс потребительских цен, производственный индекс ФРС в Филадельфии, включая индексы занятости и деловой активности за ноябрь, объем продаж жилья на вторичном рынке недвижимости, а также индекс опережающих, совпадающих и запаздывающих экономических индикаторов за октябрь. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. Редактор субтитров А.Семкин